Почти тысяча участников из 34 регионов России и 15 стран объединил в Уфе второй форум малого бизнеса стран-участниц ШОС и БРИКС. Представители органов власти, главы регионов, руководители предприятий и эксперты собрались для обсуждений и разработки реальных мер, которые могли бы послужить для более тесной связи и развития малого бизнеса на территориях, где проживает почти половина населения мира. Понимание проблем малого бизнеса есть на всех уровнях. Уфимская площадка стала центром притяжения идей и успешных методик развития бизнеса. Вполне очевидно, что только малый и средний бизнес на сегодняшний день могут обеспечить динамичное развитие страны. Я часто встречаюсь с крупным бизнесом, обсуждаем с ними разные вопросы, в том числе налогообложения, развития. Редко, когда крупного бизнесмена услышат, что мы готовы построить новое производство, мы готовы построить новые предприятия. В редчайшем случае такого рода сентенции звучат из уст крупных предпринимателей. Малый бизнес очень активен. С каждым, с кем бы я ни встречался, из малых бизнесменов, приходится обсуждать либо вопросы стройки, либо вопросы развития, получения финансовых ресурсов. Это говорит о том, что сообщество живет, дышит по-настоящему. И перед собой участники этого процесса строительства малого и среднего бизнеса видят большие задачи и видят далеко открывающиеся горизонты. Колоссальное количество активных, креативных, думающих, мыслящих людей объединяет малый и средний бизнес. И, конечно, задача власти всех уровней создавать условия. Не препятствовать, как минимум, как максимум. Стараться помогать. Примером создания подобных условий в Башкирии является наш город. Кумертау был представлен на форуме как башкирский офшор. Территория, где будут действовать налоговые льготы для инвесторов. Условия простые и прозрачные. В течение первого года инвестору нужно создать не менее 20 новых рабочих мест и вложить не менее 5 миллионов рублей инвестиций. Взамен государство обнуляет ставки налога на землю и на имущество, понижает налог на прибыль и страховые взносы. Наладить связь с потенциальными инвесторами, выгодно презентовать башкирский офшор на международной арене, поможет соглашение, подписанное в рамках форума между торгово-промышленной палатой, администрацией города и агентством по развитию территорий. Мы специально на этой площадке подписали это соглашение для того, чтобы уже начать практическую реализацию нашего соглашения, а именно информирование бизнеса сообщества об уникальности и условиях ведения бизнеса в городе Кумертау. И мы надеемся, что в течение реализации этого соглашения мы еще не один раз встретимся, мы будем мониторить ход его реализации, и я думаю, что будет обязательно практический результат. Первые положительные результаты презентации города не заставили себя долго ждать. К нашей площадке потянулись представители малого и среднего бизнеса и стран-участниц ШОС и БРИКС. Не только налоговые преференции интересны бизнесу, но немаловажное и выгодное географическое положение города. Подкупает и тот факт, что вскоре вблизи Кумертау пройдет международная автомагистраль. Сегодня мы встречались с нашими китайскими партнерами и рассказывали им о создании в городе Кумертау индустриального парка Воротыновский по системе Гринфилд, на который они могут открыть свое производство. Сегодня мы просто обменялись визитками, это было первое знакомство, первые впечатления. Они очень были хорошими. Я надеюсь, что через какой-то период времени мы с ними завяжемся, потому что мы сейчас больше всех заинтересованы в этом вопросе. Опыт города Кумертау по привлечению средств из фонда развития моногородов для развития инфраструктуры для будущих производств и реальные действия для получения статуса ТОСАР подлежат изучению и являются примером для других малых моногородов нашей страны. Главный секрет успеха, как считают в правительстве региона, большое желание диверсифицировать экономику города и пробивная мощь главы администрации Кумертау. Руководитель у вас достаточно активный, прагматичный и у него очень много шансов, чтобы вы в своем экономическом развитии сдвинулись значительно вперед, нежели это было в прошлых периодах. Поэтому я воспринимаю это как очень удачная работа, активная работа и я надеюсь, что все получится. Уверенность в завтрашнем дне появляется и у местных предпринимателей. В этом году на поддержку и становление малого и среднего предпринимательства было выделено порядка 100 миллионов рублей. Благодаря финансовой поддержке Кумертаусы открывают новые предприятия, развивают существующий бизнес. В перспективе создания до 300 новых рабочих мест. Такого эффекта ожидает городская администрация от принятых мер поддержки в текущем году. При распределении средств поддержки ставки были сделаны на инновации и оригинальные идеи. Ведь, как показывает практика, только бизнес-инициатива с заделом на будущее оказываются конкурентоспособными. На самом деле, вы правильно заметили, что сегодня выигрывают те люди, которые предлагают оригинальные идеи и умеют их находить. Потому что то, что было, скажем, 10-15 лет назад, когда люди ездили с большими сумками на рынок в Лужники, везли сюда и здесь перепродавали и считались успешными. Сегодня это время ушло, сегодня такой человек уже не считается успешным. Успешные – это те люди, которые находят какие-то оригинальные идеи, и в этой оригинальной идее они себя реализуют. Так называемая стратегия голубых океанов. Когда у тебя нет конкурентов, но ты делаешь что-то новое, то, что никто до тебя не делал, и все смотрят и думают, как же я так сам не догадался, казалось бы, это же просто. Вот люди взяли и придумали. Распрощаться с монопрофильностью города и уйти от зависимости работы одного крупного производства в стране пытаются сотни городов. Реальные действия предпринимают единицы. Кумертау в авангарде этого движения. Десятки поездок в федеральный центр, консультации и обучение управленческой команды дают результаты. Введена в эксплуатацию первая очередь маслоэкстракционного завода. Есть намерение разместить в городе крупное производство по пошиву спецодежды, а также по выпуску кондитерских изделий и десяток других мелких производств. Кумертау делает большие шаги к успеху. В город идут инвесторы, город ставят в пример. Как подтверждение, большой интерес и внимание к Кумертау на международном форуме в Уфе. Авер Кедрасов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис», Уфа. Авер Кедрасов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис», Уфа. Уфа. Уф. Продолжение следует...